Федук фитует с Игорем Николаевым и Ургантом, Гнойный забатлил с Сашей Эстей и предстал в образе президента России. Беременна ли Марьяна Ру от Фейса и почему Фейс адекватнее своей девушки? Хованский Ларин и Николай Соболев выпустили по рэп-клипу. Кто лучше? Рики Ф. наконец-то написал текст себе и презентовал свой сольный альбом. Илюмейт и его один из лучших треков в карьере уже в сети. Леха Медь рассказал о проблемах со здоровьем на Версусе против 1347, а Диктатор показал мощные раунды на РБЛ. Обо всех этих прошлогодних и не только новостях расскажу сегодня вам я, Игорь Еремин, но прежде порекомендую вам наш Инстаграм, в котором вы найдете множество интересных новостей, но до того, как они будут опубликованы в выпуске. Также официально заявляю, что как только число подписчиков вырастет до 20 тысяч, я проведу на нем прямую трансляцию, где покажу, как я на студии озвучиваю свежий выпуск Рэп Ньюз. Попутно буду отвечать на ваши вопросы. Ну а теперь к новостям. Команда вечернего Урганта славится своими крутыми пародиями. Именно музыкальные хиты, чтобы красиво завершить 2017 год, Игорь Николаев, Иван Ургант, Александр Гудков при участии автора самого трека «Федука» спародировали «Розовое вино». Объективно, это вряд ли кому-то не понравилось, просто теоретически нереально. Ну ты че, ну не пей ты в парилке, ну давление скаканет, ослепнешь. Ой, закрой дверь, не обломавай кайф. Ослепнешь. Образ Игоря Николаева шикарен, и без улыбки на подобное смотреть просто невозможно. Слово, тут даже и Юрцу Дудю местечко нашлось. И, конечно же, красавчик Федук. Мало нынче рэперов, чьих вокальных данных не приходится сомневаться. Ну что ж, Федор должен не упустить свой шанс и в 2018-м закрепить статус хитмейкера. Кстати, в его инстаграме уже есть отрывок нового трека, а значит исполнитель на месте сидеть точно не собирается. И теперь у нас для вас есть отличная новость. Появилась новая социальная сеть о хип-хопе. Вы скажете, ага, у нас уже есть ВКонтакте, Фейсбук и так далее. Но! Отличие этой социальной сети от остальных в том, что в ней можно находить друзей не только по хип-хопу, но и близких по духу. Создавать отдельные комнаты на любую тему и общаться в аудиочате. Также можно смотреть вышедшие новинки из мира рэпа вместе с друзьями и комментировать их по ходу того, как смотрите. Помимо этого, в Амина есть система рейтинга. И кому, как не нашим подписчикам, стать лидерами и кураторами этого сообщества? Ведь у вас уже есть все необходимые для этого знания, если смотрите наши выпуски. Предлагайте свои темы для обсуждения, создавайте посты, опросы, которые увидят сотни тысяч людей, общайтесь и находите друзей. А также не забывайте про конкурсы, где мы разыгрываем среди подписчиков этого сообщества проходки на концерты исполнителей. Результаты конкурса объявим на хип-хоп Амино 7 января 2018 года. Общайся, узнавай новое и заводи друзей в хип-хоп Амино, а также находи нас по никнейму Rap News и добавляйся в друзья, чтобы участвовать в конкурсе и выигрывать призы. Скачивай Амино для iOS и Android по ссылке в описании. Рэпер Гнойный. Как же 2017 год мог без него завершиться? Вячеслав в конце декабря был настолько активен, что забаттлил с ССТ и предстал в образе президента России. Но поговорим сначала о батле, если это вообще можно так назвать. В 2017 кому попало вручают ядерную кнопку, будто Курчатов с молоту. Выбрали Трампа, походу люди наконец-то начинают включать голову. Все полюбили батл-рэп, потому что я сделал то, что ты не смог. Оксимирона, если мои действия наводят шорох в Москве, то ты это только последствия шторма. Собянин поймет. Если ребята из Гугла позвали подвести итоги года группу каста, сделав добренькую песню, то работники Яндекса пошли по батл-пути, задействовав славу КПСС и СТ. Судя по отзывам и дизлайкам, люди не особо довольны продуктом. Кому бит не понравился, кому съемка, кому текст. Эх, а рэперы ведь так старались. А теперь о самом интересном. О новом клипе славы КПСС на композицию Владимир Путин. Ух, сколько же обсуждений, сколько же хейта, сколько злобных детишек, которые ничего не понимают, но ставят дизлайк под клипом. Песня же про Путина. Вот если бы про Навального, а то другой разговор. А то заплатил Кремль Славику перед выборами президента, а тот прогнулся. Кто еще верит в такую схему и воспринимает видеоработу с каким-либо серьезным мотивом? Успокойтесь, дамы и господа. Успокойтесь. Шо ты знал, мудак, как меня ибет мир моего корешка. Убил героин, другой в реанимашке. Хрюша Степашка, кукла с рукой в жопе. Алексей Навальный. Ты понял, маня, этот мир не сказка, если Слава Гной на Кремлю продался. Я зазнался раньше, чем ты начал делать рэп, сука. Почему никто не шумит тогда по поводу данной песенки? Не зная бэкграунда артиста, обвинять в чем-либо глупо. Не думаете? Как Рамзан Кадыров, я герой России, я, я, как Рамзан Кадыров, я герой России, я, я, как Рамзан Кадыров. Гнойный не определился. Да нет, он знает, как создать вокруг себя шумиху. Вот эти слова из трека идеально описывают все его творчество. Гнойному вряд ли нравится вся политическая обстановка, и по отсылкам из композиции можно это понять. Но предстать в образе того, кого в 2017 году максимально жестко начали хейтить в интернете, вроде как идеальный вариант идти против системы. Антихайп же. Ну, и даже Алексей Навальный отреагировал на клип, вот только с упреком, что видите ли, они лайки накрутили. Алексей, вас это как заботит? Вас на выборы не пустили? Вот это должно заботить. За вас страна не голосует, вот это должно заботить. Вас уже свои же упрекают после видео о шаре. Вас должно это заботить. Виктор СД в целом грамотно в Твиттере ответил. И странно, что по телевидению еще эту фразу не раскрутили и не выпустили шоу, где часа два бы дискутировали. Кто пошел на хуха-хол, ты в моей стране? Кто пошел на хуха-хол, ты в моей стране? Все, хватит. А то сейчас диванные политики в комментариях и нас неправильно поймут. Хоть и работа и неоднозначно, но слава и на это вам уже ответил. Молодой Владимир в этой рэп-игре. Русский рэп для вас это Брол и Крэк. Русский рэп для нас это Лол и Кек. Это от Флоу Плэкс. Это Бодибэк. Владимир Путин. Владимир Путин. А теперь давайте поговорим о чем-то более позитивном. Хотя нет, так нельзя. Лучше немножечко покажем вам Ваню Фейса, который вместе со своей девушкой Марьяной Ро просто заполонил все тренды Ютуба последний инстаграм-трансляцией и шумихой вокруг беременности Марьяны. И черт побери, лучше бы мы этого не смотрели. Нет, мы сегодня были в... Фу, Вань, у тебя фу, подмыха воняет. Вкусно, понюхаю. Дайте понюхаю, пожалуйста. Да, давай, на. Кайф. Она бухает. Да почему они пишут, что я бухаю? Я просто девчонка веселая. Мы сегодня были в зоопарке. Бамперни. В такийском. Не буду пока. Да ладно. Да уж, образ миловидной девушки разбит. Хотя кто смотрел ее ролики на Ютубе, наверное, не удивились. И нам даже немножечко Фейса стало жалко, который выглядит адекватнее своей девушки. А ранее все думали, что такое невозможно. Ну, ничего. На бешеном хайпе можно и про беременность соврать, и дичь в трансляциях творить. Однако такая Марьяна нам больше нравилась. Я просто устала. Я не понимаю. Я просто хочу отпустить. Я просто устала. Я все отпускаю. Я больше не буду простить. И еще немножечко о блогерах. Хованский с Дмитрием Маликовым отлично спелись, и также представили пародию на хит «Розовое вино». С компанией Урганта, конечно, не сравнится, но тоже неплохо. Так и веет новогодним настроением. Здесь Новый год, и мы будем отмечать. Звуки на максимум, пьем на брудершах. Где же Дед Мороз? Борода из ваты. Магия случится лишь под бойку ранта. Ларин же, наоборот, отбирает все новогоднее настроение и входит в образ Гринча. Ну, или Фейса, в общем. Дмитрию идеально подошла бы роль какого-нибудь злодея в фильме. И, конечно же, Николай Соболев, который выделился на фоне других блогеров более профессиональным подходом и оригинальным контентом. Кто бы как к нему не относился, но такое имеет место быть. Хоть и тема трека его немного заезжена, но припев в стиле Меладзе заедает в голове. Или нет? Ну все, хватит нам блогеров. Теперь осветим альбом человека, который максимально тесно связан с этими ребятами. Ну, я думаю, вы поняли, о ком я. Ну, Эф. Эф. Мы сейчас поговорим о Рике Эф и его новом альбоме под названием «Фантом 1». И музыка там явно не для любителей баттл-рэпа, но оно и к лучшему. Вот только остается двоякое ощущение от самого релиза. Вроде бы Гена нашел свой стиль и звук. А вроде бы это уже где-то слышали. Свет в разбитых зеркалах, яркий как второе солнце. Цифра близится к нулю, и сегодня мы взорвемся. Но вот альбом Рики Олегу ЛСП совсем не понравился. Хоть он его даже и не слушал. А вы что скажете? Я не буду слушать новый альбом Рике Эф. Это полная хуйня. Я не буду слушать этих людей. Они толстые, некрасивые и не умеют читать рэп, блядь. Да, да, да. Новый год, время новогодних швудак. И откровений. Рэпер Иллю Мэйт решил вспомнить молодость и выпустить композицию, где излагается он более доступным языком, при этом не теряя информативности и рифмоструктуры. Текст сильнейший со всех сторон. И данный трек можно назвать одним из лучших в его карьере. Надеемся, что грядущий альбом будет с идентичным посылом. Вот только над видео можно было бы и посерьезнее запариться. Но даже с такой картинкой атмосфера ничуть не портится. Так хочется веревку взять, сходить за тем, за лестницей. Мне наплевать на рев и плачь родных, когда повесишься. Один принять тут нужно тезис лишь. Там света нет, ты изнутри лишь светишься. Я знаю, друг, как лезть из этого невесело, терпеть от всей вселенной песен. Но твою жопу из дерьма, кроме тебя, никто не вытащит, ты не младенец. О, я разошелся с той, в ком был уверен. Хоть было временем, наш путь проверен. Как за собой вести кого-то, когда сам потерян. Баттлы, баттлы, баттлы. Куда же без них? И 31 декабря Ресторатор не мог оставить зрителей без зрелищ, а представив часовой баттл Лехи Медь против 1347. И, честно говоря, мы думали, Медь нас совсем не удивит. А 1347 один из самых сильных баттловиков в целом. Выдаст так сильно, что не оставит парню в бушлате и шансов. По итогу же мы увидели равную битву. Блядь. Кого ты там уебать хотел? Дизастр хуев. Стой смирно, терпи, мразь. И сохраняй спокойствие. И сохраняй спокойствие. На вопрос за Б, почему ты его так и не уебал? Этот боец ответил, пропала эмоция. То есть тебе любой чувак может на улице подойти, обоссать нахуй, и ты скажешь, блядь, ти... Нет, ну ты, короче, заворачиваешься, чтобы его уебать, и хуяк пропала эмоция. И даже не просто равную битву, а Леха Медь открылся зрителям абсолютно с иной стороны, рассказав в третьем раунде о своей проблеме, от которой становится очень жутко, и надеемся, что он справится. Да, меня зашивали врачи, я был близок к петле, блядь, каждый день живу бок о бок в поехавшую далеко и надолго, блядь, крышей, блядь, ты здесь, чтобы шутить охуе, я батл рэпом живу, ведь я буквально, блядь, батлю здесь, чтобы выжить нахуй, блядь. И я знаю, что я справлюсь, блядь, мне похуй, побежу, блядь, свою кукуху эту ебучую, не потому что, блядь, мне так уж обидно, что вот такой, как ты, прям меня пост запастит унизительный, а потому что это пиздец видеть, блядь, искренний раунд за всю историю Версуса, что будет дальше с этим образом, мы не представляем, но самое главное, чтобы Андрей смог перебороть так называемую болезнь и больше не резал себе ничего. Да, это не совсем в моем стиле, но надо же, блядь, ловить развитие, и, блядь, они все моя семья, и пойми наше главное отличие, шашлык, если ты еще, блядь, не совсем тупой, ты выживаешь, прячь от себя за спиной, блядь, жены и матери, я выживаю, чтобы спрятать их за своей спиной, блядь, Версус, сука! И еще совсем немножечко о новом батле на площадке РБЛ, где под биты сразились такие бойцы, как Диктатор и Ники Эл, и как же Диктатор горяч? Вот что значит иметь собственный стиль. Меня пиздят каждый день, болит постоянно Гачан, меня пиздят каждый день, а я стоял и молчал, меня пиздят каждый день, ты, блядь, серьезно в это поверил, за тупок я за свое вырву кишки, заставлю тебя их сожрать, сука! Киберпанк это готова царям и рабам, уебан тебя в салопан, я запаковал, ты баба поцеловал, любовь морковь я ебала, я обхаркал, такой хардкор! А на этом сегодня все, подписывайтесь на канал, на наши официальные сети, ссылки на которые вы найдете в описании, а также скачивайте Амина по ссылке в описании, и выигрывайте проходки на концерты. До новых встреч, пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok